Здравствуйте, уважаемые цветоводолюбители! Сегодня я хочу показать вам композицию, солнечную композицию, состоящую из пяти многолетников и одного хвойного растения. Итак, все эти растения перед вами. А сейчас мы с вами разберем каждый из них. Первое это сибирский ирис. Он нам дает красивую, надежную вертикаль все лето, то есть весь сезон. Летом этот ирис цветет, а сорт называется конкорд-краш с синий-фиолетовыми махровыми цветами. Все сибирские ирисы дают компактную красивую картину, декоративную весь сезон. Перед вами хвойное растение. В данном случае это даника. Даника хвойник, который медленно нарастает и дает идеальный шар. И декоративность этого шара сохраняется все лето. Следующее растение это шалфей. Как вы можете видеть, синий цвет, а это очень нарядный цвет. У этого шалфея, в данном случае шалфей sensation deep blue, сохраняется все лето. И если появляются отцветающие старые соцветия, мы их с вами аккуратно обрезаем и цветение возобновляется вновь. Компактное растение любит солнышко. Овсяница. Это овсяница готье. Она имеет зеленые, немножко даже колючие листья. Приятный компактный куст. Поделить ее можно всегда с весны до осени. И вы будете получать прекрасный бордюр, состоящий из зеленых нарядных, вечно зеленых листиков. Цветение здесь я ни разу не видела. Но такой бордюр доставит вам удовольствие. Следующее растение, о котором пойдет речь, это монарда. В данном случае сорт монарды пинклейс. Пинклейс – невысокая монарда. Вот вы видите, рядом с ней синий многолетник, но у нас-то с вами шалфей. Значит, все равно вот это сочетание ярко-синего многолетника, в данном случае шалфея или ириса, в сочетании с розовой монардой. Кусти компактные, соцветия крупные, цветение продолжительное. То есть декоративность этого куста бесспорна. И в заключении хочу вам показать, как выглядит полынь Шмита Нана. Эта полынь отличается красивым компактным кустом. Если у вас немножко этот кустик вытянулся, вы всегда можете его реанимировать. То есть вы врезаете вытянувшиеся соцветия, вытянувшиеся побеги, и кустик остается декоративным до глубокой осени. И даже в октябре месяце все равно серый цвет будет всегда смотреться очень нарядным. Эту полынь можно делить. Делить ее можно в течение всего лета. Поделите, польете, и дальше кустик вас будет радовать до глубокой осени. Итак, мы с вами разобрали шесть растений, которые любят солнышко. Все они интересны, интересны своей цветовой гаммой, продолжительным цветением, разными яркими соцветиями. И как подбивка для них это и овсяница, и полынь, которые всегда дают симпатичную альтернативу цветущим растениям.